Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас программа «Мысли вслух» и для меня пришла идея, хотя вы поговорите уже четыре года, как после второго моего обширного инфаркта употребляют таблетки. Знаете, медицина сегодня прогрессирует. У меня был выбор либо делать открытую операцию, либо перейти на поддержку моего сердца и моего состояния таблетками. Могу сказать за это время, слава богу, врачи уже не видят даже рубцов от инфаркта, сердце работает хорошо. Некоторые анализы им не нравятся и поэтому они увеличивают дозу для профилактики моих таблеток. И вот сегодня утром я вот хочу сказать, использую таблетки. И когда употребляю, вдруг я вспомнил, что все-таки таблетки я пью для сердца, врачевания для сердца и понимаю, что это важно. Для многих из нас, может быть, вы не пережили инфаркт или боль в сердце, но каждый из нас переживает что-то внутри нашего сердца. Любовь, тоску, тревогу. Сердце все-таки этот организм, где выражаются наши чувствования. Я не знаю как и почему, почему так оно происходит. Только богу одному известно, но я хочу почитать несколько мест писаний, которые для нас важны относительно врачевания нашего сердца. Я употребляю таблетки для того, чтобы сохранить свое сердце, продлить жизнь. Я хочу почитать. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Это притча 17 глава, 2 стих. Когда мы имеем радость в том духе, когда мы имеем общение друг с другом, наше сердце, оно радуется, оно укрепляется. Для этого нам нужно врачество, и это называется радость Господи, сила моя. Есть еще одно место, которое мне очень нравится, я хотел бы об этом поговорить. Наша дружба с людьми, наши отношения с людьми, наша посвященность в какие-то долголетние дружеские отношения. Есть Сираха книга, полная Библия, там есть одно выражение верный друг, врачество для жизни. Вот этот момент, верный друг, верный друг. Друзей найти можно, но верных друзей, они испытываются временем, испытываются отношениями. Даже когда мы теряем своих друзей, по каким-то обстоятельствам, все равно приходит исцеление сердца и радость сердца, когда отношения восстанавливаются. Я говорю об этом не случайно. Не сдавайтесь на ваших друзьях, не сдавайтесь на ваших отношениях с друзьями. Даже когда-то, если не происходит то, что вы хотите, мгновенно проходит время, придет исцеление. И я благодарен Богу за многие-многие исцеления для моей жизни, относительно моих друзей, товарищества. И я верю, что для каждого из нас есть время для исцеления. Верный друг, врачество для жизни. И боящийся Господа найдут его. Друзья, если вы хотите друзей, даже если вы потеряли этого друга по какой-то причине, быть в Господе, находясь в Господе, надеясь на Господа, мы можем вернуть своих друзей. А нам спутники в жизни очень нужны. Не только наши мужья или жены, наши дети. Нам нужны друзья, которым можно провести время, спокойное время, помолиться, прославить Бога. Поэтому я вспомнил эти таблетки о сердце, да, и вспоминаю, сразу есть то врачество, которое приходит для нас. Я верю, что это важно, исцелять свое сердце отношениями, которые Бог дает для нас. Пускай Бог благословит вас, мы очень-очень будем рады продолжить наши отношения в этой рубрике «Мысли вслух». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова